Периодически возвращались к родному языку. Документальную драму о жизни русских немцев показали кировскому зрителю актеры театра Республики Коми. В наш город приехали даже те, про чьи судьбы рассказывает эта постановка. Олег Штраллер в Коми возглавляет немецкую национально-культурную автономию. Про историю своего папы Франца он может рассказывать, кажется, бесконечно. Посмотреть документальную драму в театре на Спаске собрался почти полный зал подробностей материала. Почти полный зал театра на Спаске. Здесь в основном школьники. Перед началом спектакля в открытом доступе и те, кто фактически причастен к созданию постановки. Олег Штраллер возглавляет в Коми немецкую национально-культурную автономию, в которой состоят около 5000 участников с немецкими корнями. В свое время один из них историк Николай Волохов и решил выйти на пенсию, написать по сути автобиографию. Но получился настоящий сценарий к спектаклю. Пьеса все-таки оптимистична. И в ней, конечно, показаны и тяготы. Но, тем не менее, семья жила. В этой семье появлялись новые поколения. Они росли. И если один из членов этой семьи, тот, который написал пьесу, он стал заместителем министра культуры республики, ну, наверное, это тоже говорит о чем-то положительном. Говорится, что для создания этой автобиографии Волохов детально изучал многочисленные документы и архивы. Постановка охватывает годы и эпохи от времен правления Екатерины II и до нынешних дней. Взаимопонимание и уважение между членами большой дружной семьи Кноблих. Эх маленькие радости, их горькие переживания. Это постановка о жизни тех, кто был сослан на вечное поселение в дальние края, ставшее в дальнейшем новой родиной. Кстати, во многом постановка и про судьбу родителей самого Олега Штралера. В 1936-м и его папа Франц был репрессирован в Ухту. Немцы в 1948 году по указу президента Верховного Совета должны были на вечное поселение остаться в тех местах, где они находились. Слава Богу, это не произошло. Но, тем не менее, я бы сказал, что большинство из них остались там, куда их привезли. Ну, я бы сказал, они укоренились в тех местах. Жизнь с привилегиями навечно актеры музыкально-драматического театра Республики Коми уже запланировали регулярно показывать в российских городах. Эти планы, признаются, не носят форматы гастролей с четким графиком и маршрутами. Здесь иначе. Как будет появляться возможность? Артем Панекаровских, Никита Рябинков, информационный канал «Город».